Из книги «Открытым оком» 21-й том, тема «Лапкин книги. Вопрос 3424-й». «О чём приходится писать в газеты? По каким вопросам не соглашаться?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Вы этот вопрос конкретно мне задаёте или вообще для любого? Если ко всем, то писать нужно о том, с чем не согласны или когда можете что-то новое сказать автору уже опубликованного материала. И не обязательно в газете речь. Я пишу очень редко, но иногда приходится выснуться. Вот только что отправил такое письмо. Литературная газета. 28 февраля, 6 марта 2007 года. Страница шестая. Опубликовала статью «Негипсовый Чехов». В ожидании 150-летия. Владимир Катаев, профессор МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, председатель Чеховской комиссии Российской академии наук. Иисус Христос сказал Иоанна 5,39 «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Чехов не исследовал Библию и не знал людей, обращенных ко Христу, а описывал ту беду, какая уже поступила вплотную к расплате за отвержение Бога и смысла жизни во Христе. Три тысячи лет до наших дней премудрый царь Израиля Соломон изрек. Экклесиаста 7,25 «Обратился я сердце моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие. Ни один писатель никогда не сможет познать психологию падшего человечества. Как сие было доступно, по милости Божией, для этого сына Давидова. Постиг он столь многое. Третья царств 4, 30 по 34 стихи «И была мудрость Соломона, выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять». И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до истопа, вырастающего из стены. И говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости него. Второй библейский мудрец Иисус, сын Сирахов, напомнил. Сирахов, 49, 17. «Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами». И однако Соломон в конце должен был сказать и всем писателям. Экклесиаз 12, 12. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Антон Павлович имел дар слова, которым так и не смог воспользоваться для блага себе и для блага России. Подавляющее число наших сограждан его совершенно не знают и считают за скучного чахотчного прозаика. Уведенный в плен пророк Иеремия доходил до сути поражения. Плач 3, 40. «Испытаем мы и следуем пути свои и обратимся к Господу». За три года до революции, 1905 года, Чехов не смог сказать ни единого слова по сути надвигающейся катастрофы. В 1917 году он был слеп, как и все его театральные сотоварищи. Пророк Жософоний вопиял и к нему 21.1 «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Народ в России считался верующим, и сам Чехов в письмах редко в суе поминает имя Христова. И писать ему положительно было не о чем. «В книгах вымышленные герои, порочные и слабые, ни одной личности, с которой можно было писать образ. Больше писать не о чем. Ничего нет или по крайней мере не видно. Жизнь проходит тускло и довольно бессодержательно». Написал он О.Л. Книпер. Кирет, 3669, том 19, страница 395. «Вера Антона была никакой, и он не знал себя. Почти во всех своих письмах он называет жену собакой. Апостол же Павел убеждал и его. 2 Коринфянам 13.5 «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Книга «Все надуманное». А вот в письмах иногда человек пишет нечто и от сердца. К тому же все эти мысли и думы не мои, а мои героев. И если какое-либо действующее лицо в моем рассказе или пьесе говорит, например, что надо убивать или красть, то это вовсе не значит, что господин Этингер имеет право выдавать меня за проповедника убийства и кражи. Письмо 3622 А.Ф. Маркску 23 октября 1902 года Мастерски описывая тогдашнюю систему наказания, он привел в переживание даже главного палача всех тысячелетий – Большую советскую энциклопедию, исполненная духом протеста против мрачной тюремной действительности Палата номер 6. Явилась высшей точкой в развитии критического реализма Чехова в конце 80-х – начало 90-х годов. Владимир Ильич Ленин так передал свое впечатление от произведения. Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко. Я не мог оставаться в своей комнате. Я встал и вышел. У меня было такое ощущение точно – и я заперт в Палате номер 6. И что же? Сделала ли эта повесть Чехонте лучше самарского адвоката-зверя? Маразматик сделал всю страну море и сушу шестой палатой ГУЛАГа. Исследователь находит, что Чехов становится своеобразным исследователем души современного человека. Отсюда его главная тема – человеческое равнодушие. Сонная одуль своего рода испытания героя, который или пробуждается в духовной спячке, или, махнув над ее рукой, подчиняется ей. Одна из заметок в записных книжках Чехова – «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». Но так ли это? Человеку можно и нужно показать, что он на дне темной пропасти, переполненной гадами, и ему здесь издыхать. Но если несчастному человеку тому не дать возможности вылезть из этой адской тьмы, то такое открытие таких знатоков человеческой природы, как Чехов, сделает подопытного самым несчастным. Человеку нужно указать путь спасения, а этот путь спасения есть Христос. 1 Петра 2,9 «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой и люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Сколько зла причинил Чехов своими пустяшными рассказами, не указав на Христа, умершего за грехи людей на Голгофском кресте. И за свои 91 год жизни что доброго сделала на сцене его жена-собака? Русский народ доживает в крохе былого. И сатана по-прежнему водит грамотных людей по помойкам чужих греховных мыслей, создавая группы-комитеты по исследованию пустяшных рукописей смертных человечков. Исайя 28,8 «Ибо все столы наполнены отвратительную и плевотину вне чистого места». Чехов пытался выдавливать из себя раба по капле. Эти слова он никогда не сказал бы, если бы знал природу человека. Это невозможно. Это все равно, что если бы утопающий в трясении пытался вытаскивать себя сам за волосы своей головы. Иоанна 8,34,36 Иисус отвечал им «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, не сраб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это понимал еще юный Карл Маркс, отобразив в своем выпускном сочинении на тему вот этих слов Христа. Иоанна 15,5 «Я есть в лоза, а вы в ветви, кто пребывает во мне, и я в нем тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Сегодняшним исследователям мыслей грешных людей нужно смотреть в зеркало Библии, где дается ответ. Римлянам 7,25 «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, и так, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». 2 Петра 2,19 «Обещает свободу, будучи самим рабом и тлением, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Этого раба не выдавите себя, надо бы народиться свыше, заново, от Духа Святого». Иоанна 3, глава Иеремия 5,14 «Посим гумб». «Так говорит Господь Бог Саваоф, за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова в моих устах твоих огнем, а этот народ даровами, и этот огонь пожрет их». Чехов Антон Павлович, 29 января 1860-го, 15 июля 1904 года, 44 Русский писатель, отец, купец третьей гильдии, владелец Бакалейной лавки. В 1868 году Чехов поступил в Стаганрогскую гимназию, здесь сопомогал отцу в лавке. В 1876-м разорившийся отец уехал в Москву, за ним последовала семья. Оставшийся один Чехов продолжал учиться, зарабатывал на жизнь репетиторством. В 1879 году окончил гимназию, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета. Окончив его в 1884 году и получив звание уездного врача, Чехов некоторое время занимался врачебной практикой. В 1890-м Чехов предпринял поездку на остров Сахалин, оставившую глубокий след в его творчестве, в творческом сознании, очерковая публистическая книга «Остров Сахалин» в 1893-1994 годы. Чехов отдал в издательство в 1895 году рассказы, ссылки в 1892 годы. Чехов становится своеобразным, рассказы в ссылке. В 1892 году Чехов становится своеобразным исследователем души современного человека. Отсюда его главная тема человеческого равнодушия. Сонная одуть, своего рода испытание героя, который или пробуждается от духовной спячки, или, махнув на все рукой, подчиняется ей. Одна из заметок в записных книжках Чехова «Тогда человек станет лучше». Когда вы покажете ему, каков он есть, толстой прикол Чехова в отсутствии последовательной нравственной позиции, иначе говоря, в скептическом отношении к вере. Книпер Чехова Ольга Леонардовна, 21 сентября 1868 года, 22 марта 1959 года, 91 год. Русско-советская актриса, народная артистка СССР, жена Антона Павловича Чехова, родилась в семье инженера. Государственная премия СССР награждена двумя орденами Ленина и двумя другими орденами. Кому, о Господи, доступны Твои сионские высоты, тому, чьи мысли неподкупны, чьи целомудренны мечты, кто дел своих ценою зла-то не взвешивал, не продавал, не ухищрялся против брата и на врага не клеветал, но верой в Бога укреплялся, но сердцем чистым и живым ему со страхом поклонялся, любовью плакал перед ним. И свят, о Боже, Твой избранник, мечом ли руку ополчит? Веление Господа посланник он из полина сокрушит. Венце ли он, его народы возлюбят правду весь играт? Взыграют радостью свободы и нивы златом закипят. Возьмет ли арфу дивной силой, дух преисполнится его, и как орел ширококрылый залетит до неба Твоего? На Псалом 14, 1830 год. Николай Михайлович Языков.